Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Буквально вчера вечером в Амурском театре драмы состоялась премьера первой детской оперы, которая называлась «Королевский бутерброд». Постановку подготовили воспитанники Центральной детской школы искусства. Сегодня у меня в студии находится ее директор Татьяна Леонтьевна Бедерина, заслуженный работник культуры. Здравствуйте, Татьяна Леонтьевна! Здравствуйте! С премьера вас, естественно, к этому событию. Я знаю, вы долго готовились. Как прошло? Как премьера прошла? По отзывам, наверное, хорошо. Я так очень наслышана и хороший резонанс. Я думаю, что состоялась премьера, которая принесла успех. Зал был полный? Полный. Знаете, как часто бывает, что артистов-то здесь немного. Обычно, когда детские коллективы какие-то выступают, понятно, родители, родственники, все покупают билеты и садятся. А вы как-то собрали полный зал. Как это вам удалось? Полный зал. У нас было много приглашенных и немножечко по билетам. И у нас полный аншлаг. Более того, много было желающих, которые не попали на спектакль. Просто не было билетов. Естественно, тогда логичный вопрос. Повторение всего этого действия будет? Будет, обязательно. Во-первых, есть договоренность с Татьяной Федоровной Бединой о том, что мы повторим обязательно этот спектакль в театре. Ну и, конечно, на сцене у себя в школе обязательно. Почему, кстати, выбрали именно вот эту площадку для премьеры? Ну как же, это же опера. И, конечно же, если это не просто на какой-то сцене, даже у нас в школе, у нас хороший зал. Но это в театре, это настрой особый. И как для участников, и для зрителей. Это здорово. У них там и крутящаяся сцена, которая позволяет менять картины. Очень просто. Ну, своя опера, конечно, благовещенская, такая вот доморощенная. Это вообще для нас новинка. Это так непросто. Но вот для этого нужен определенный опыт. Понятно, что есть хор детства, да, есть артисты подготовленные уже фактически. Не могу их говорить, что это детские какие-то вот детские лепяты. У вас серьезные артисты. Но, тем не менее, опера – это новый опыт какой-то совершенно. Как? Как удалось? Кому обращались? Кто, может быть, оказал помощь? Нет, одно дело иметь опыт хорового пения и просто отдельно оркестровой игры. И совсем другой опыт совместного творчества. Замечательные детки ансамбля «Концертина», в сопровождении которой прозвучала опера, они имеют опыт сольных выступлений, они имеют опыт уже лауреаты международного конкурса. Но вот в таком новом качестве, конечно, и они, и мы были впервые. И мы приобрели очень ценный опыт. Конечно, нам помогали. Нам помогала Ольга Германовна Бассенина, артистка театра. И мы обращались за помощью и к другим артистам. Но, тем не менее, вот слаженность двух коллективов и то, что получилось, конечно, это благодаря тому, что и помощь была, и много репетиций было. Всё вместе. Татьяна Леонтьевна, вот Вы уже сказали про замечательный оркестр «Концертина», да? А кто стоял на сцене? Откуда вот эти вот артисты? Ну, во-первых, солисты, вокалисты были, конечно, на сцене. А ансамбль, оркестр, он сидел, как и положено, в оркестровой яме. Откуда вокалисты взялись? Вокалисты — хор детства, да, из хора детства. Но это не солисты хора, это дети, которые, ну так скажем, более, наверное, эмоциональные, более яркие. Те, которые могут проявить себя на сцене не просто вот в качестве вокалиста, а в качестве артистов. А Вы проводили какой-то кастинг предварительно? Было такое? Был ли второй состав? Да, у нас есть и второй состав. Мы так немножечко планировали, что в одно время будут одни выступать, другие в другое время. Но не только потому, что те лучше, а те хуже. Просто слишком много желающих. Да, много желающих. И у нас большое желание, чтобы как можно больше детей попробовали себя в этом качестве. Ну, Татьяна Леонтьевна, я вот тут поделюсь со зрителями секретом практически, расскажу о личных вещах. Может быть, я знаю, что это не первая Ваша опера, хотя она позиционируется как первая. Потому что я лично, мне довелось у Вас учиться, мне очень повезло, правда, я очень признательна. И я играла в первой опере, которая называлась «Муха-цокотуха», еще будучи маленькой. Вот тот опыт, он как-то пригодился? И были ли еще, может, какие-то такие эксперименты? Вы знаете, если бы не было таких опытов, маленьких, маленьких шажков, то не было бы, наверное, и этого шага. Поэтому все начинается с малого. И, конечно, та опера, которая была много-много лет назад, и она была на сцене школы, мы не считаем ее такой серьезной. Она была совсем, если Вы помните, с маленькими детками, то есть они были по возрасту младшие. Конечно, не было оркестрового сопровождения. То есть такой опыт был. А здесь, в Королевском бутерброде, вот возраст детишек какой? В принципе, Вы считаете, это оптимальный возраст? Ну, возраст так, в концертина, в ансамбле концертина, там вообще маленькие детки играют. 10, 11, 12 лет. Они такие молодцы, конечно. А вокалисты чуть постарше. Есть и 16-летние у нас. Скажите, пожалуйста, сколько готовились к премьере? Я знаю, что давно уже началось. Долго. Конечно, то есть это 7 месяцев мы в каникулярное время занимались. То есть как только мы выиграли грант, это был апрель месяц, вот мы написали сценарий, сделали аранжировку, и в конце апреля состоялись уже первые репетиции. Почему Вы выбрали именно это произведение Алана Милова? Ну, потому что оно простое, простое в понимании, простое в материале, в содержании, очень доступное. И вот такой вот, казалось бы, очень серьёзный жанр, как опера, нам хотелось рассказать очень простым, доступным языком. Вот мне интересно, какие сюрпризы были, неожиданности при подготовке? И, может быть, вот что далось сложнее всего? Ну, сложнее, наверное, вот соединение как раз тех двух музыкальных пластов. То есть оркестрового сопровождения и вокальных партий. Более того, перевоплощение. Это же дети, то есть перевоплотиться они должны быть в корову Матильду, в короля, в королеву, в горничную, в молочницу. Это же перевоплощение. И поэтому, наверное, в этом тоже сложность была. Перевоплотиться, попасть в мир сказки, в мир музыкального театра. Я думаю, что перевоплощение очень помогли костюмы, потому что перевоплотиться в корову, мне кажется, без костюма, ну просто никак. Нам очень здорово повезло с костюмером. У нас замечательный был костюмер. Она настолько ответственно подошла к своей работе. Она изучила эпоху, изучила историю, она изучала образы, характеры. И очень долго и скрупулёзно подбиралась ткань, фурнитура. И в итоге, конечно, получились очень красивые, яркие, зверичные костюмы. Вы знаете, мне ещё что поразило? Мне поразило то, как вы встретили радужно, скажем так, своих зрителей в конце. Потому что это было неожиданно, когда вы приводносили всему. Поднесли бутерброды королевские, да. Но такая задумка была угостить этими королевскими бутербродами. И вот пажи это сделали очень красиво. Они разнесли, предлагая попробовать этот бутерброд. Татьяна Леонтьевна, ну и зная, что у вас есть замечательное такое детище, любимое, да, хор детства, я не могу не спросить. Хор детства, который получил уже массу наград, участвовал в различных конкурсах, не могу не спросить о его планах. Потому что наверняка они ещё очень серьёзные и большие. Планы, как у любого коллектива, конечно, есть. И мне бы не хотелось их все открывать, потому что это зависит не только от того, насколько мы будем готовы, но и какие-то финансовые проблемы. Поэтому планы, конечно, есть. Есть планы, но самые вот такие вот реальные и самые ближайшие — это показ опять-таки вот этой оперы у нас в школе ещё раз и несколько раз в театре и на области. То есть поехать в область и показать детям в школах, городским, в областных школах. Ну, нас сейчас область смотрит. Я думаю, что для них это будет очень приятной неожиданностью. Если вы знаете хотя бы вот так приблизительно, в какие населённые пункты поедете. Нет, я думаю, что там, где есть возможность пригласить нас, есть школы, сцены и желание. Приглашайте, пожалуйста, мы с удовольствием будем принимать ваши приглашения и приедем. То есть вы принимаете заявки? Да. А вы не знаете вообще, вот с кем-то из коллектива дружите подобных? Я просто не слышала, чтобы ещё кто-то делал такие вот интересные вещи у нас где-то тут рядом. Нет, ну почему? Конечно, у нас замечательные постановки делает наша Амурская областная детская филармония. У них замечательные постановки. Я думаю, что все наслышанные и видели эти постановки точно так же, и красочные костюмы. Но немножко другое. То есть не просто спектакль, а мы хотели приблизиться вот к такому серьёзному жанру, как опера. И вот в этом, наверное, есть изюминка, и в этом есть новшество. Вот скажите, пожалуйста, смотреть эту оперу рекомендуете детям исключительно? Или же взрослые тоже смогут найти в него детство? Надо смотреть всем и детям, и желательно детям со взрослыми, с мамами, с папами. Потому что даже наши участники, участники нашей оперы говорили о том, что вот наконец-то после того, как я поиграла эту оперу, я стала понимать этот жанр и даже полюбила. И я думаю, что если эти дети попадут в какой-то город большой, где есть оперный театр, то они обязательно туда захотят сходить. А это уже немало. Стяна Людина, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Естественно, желаю вам и вашим воспитанникам огромных творческих успехов. Спасибо большое. До скорой встречи. У нас в гостях был директор Центральной детской школы искусств Благовещенска, заслуженный работник культуры Татьяна Бедерина. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова